Формула-1 Это четвертый раз в истории страны. Событие грандиозное. Трасса в Баку стала третьей, где гоняются прямо по центру города после старейшей городской трассы в Монте-Карло и Сингапуре. Бакинская трасса одна из сложных в календаре Формулы-1. Ее длина составляет 6 километров и 6 метров и проходит она по самым красивым местам столицы. Ширина трассы составляет от 7 до 13 метров. Самый узкий отрезок, проходящий по улице Азиза Алиева, уже успел стать визитной карточкой бакинского этапа чемпионата мира в серии Формулы-1, а прямая по проспекту Нефтяников считается самой скоростной. И главное, бакинская трасса самая непредсказуемая. Прошлогодняя гонка была призвана лучшей в сезоне, почти половина участников не смогла добраться до финиша. Важный момент в том, что это одна из немногих трасс, которую можно по-настоящему назвать уличной. Здесь видно, что гонка проходит по городским улицам, ведь в Баку вы видите множество зданий, больше чем в Монако. Так что, по-моему, это место оказалось очень удачным. Это если о трассе, но в целом Баку прекрасный город. Здесь очень приятные люди и гран-при Азербайджана великолепно организован. На целый гоночный уикенд Баку становится главным мировым центром автогонок. Многомиллионная аудитория по всему миру наблюдает не только за лучшими гонщиками планеты, но и главными символами Баку. На музыкальных площадках города выступают звезды мировой величины. Лучшие рекламы столицы Азербайджана и придумать нельзя. Ну а для российских любителей Формулы-1 это хороший повод поболеть за российского гонщика Даниила Квята. А какой праздник на улице города? Развлекательная зона Формула-1 Виллэдж растянулась на несколько километров вдоль Приморского парка. Для болельщиков и туристов была создана комфортабельная зона отдыха с большими экранами, магазинами, барами, игровыми тренажерами. Тут есть развлечения как для взрослых, так и детей. Так, пока родители отдыхают в шатрах, украшенными коврами и сундуками в национальном стиле, дети играют на симуляторах в пит-стопах. Для детей создана также автошкола, где они могут прокатиться на болидах и узнать о правилах дорожного движения. На бульваре вновь был воссоздан уголок азербайджанской культуры. Украшением праздника в Баку стало также выступление дагестанского ансамбля «Лизгинка», который показал свои лучшие танцевальные номера и поразил всех своей спонтанностью и страстью. По вечерам участников праздника развлекали звезды мировой величины и лучшие диджеи планеты. Болельщики были в восторге, а так как этап формулы практически совпал с майскими праздниками, в Баку приехало рекордное количество россиян. Встретили много пилотов, удалось немножко пообщаться после завтрака. Все настроены, позитивно, очень были приятные ощущения. Мы болеем, конечно, за Квята, мы патриоты. Но сегодня получили автограф Кими, вчера получили автограф Хюлькинберга. Надеемся, завтра до Квята доберемся. Даня, с днем рождения! Про Квята не забыли и партнеры по команде. Российскому гонщику подарили торт и спели поздравительную песню. На этот раз трассу удивляла пилотов еще до главной гонки. Квалификация прерывалась дважды за аварией. В первом сегменте польский пилот Уильямса Роберт Кубеца врезался в борт на восьмом повороте. Потом Шарль Леклер из Феррари на втором сегменте не смог пройти тот же самый поворот. Еще один инцидент наделал много шума. Болит команды Уильямс под управлением Джорджа Рассела наехал на плохо закрепленный дренажный люк, который не остался в долгу и повредил шасси. Перед главной гонкой прошла церемония, предваряющая старт Гран-при Азербайджана. В церемонии приняли участие президент Азербайджана Альхам Алиев и первая леди Мехарибан Алиева. Прозвучал гимн Азербайджана в необычном исполнении. На этот раз пилоты, хорошо помня аварию на первых секундах прошлогоднего этапа, осторожничали. В начале гонки обошлось без происшествий. Внимание российских болельщиков было приковано к пилоту Тора Роса Даниилу Квяту, который в квалификации показал шестой результат. Однако Квяту не суждено было добраться до финиша. Австралийский гонщик Рено Даниэль Рикардо попытался атаковать Квята, однако не вписался в поворот. Обошлось без контакта. Оба могли бы вернуться на трассу. Но тут Рикардо, не глядя, неожиданно сдал назад и врезался в болид Квята. Обе машины сумели покинуть место происшествия, но впоследствии так и не выехали из боксов. Ну а очередной триумф праздновала команда Мерседес. Финский пилот Валтери Боттес вырвался вперед в начале гонки. Проехал гонку без ошибок и финишировал первым. Вслед за ним финишную черту пересек его партнер по команде, победитель прошлогоднего Гран-при Азербайджана Льюис Хэмилтон. Для Мерседеса это четвертый победный дубль в сезоне. Третьим завершил гонку Себастьян Феттель из команды Феррари. Президент Азербайджана Хамалиев наградил победителя Гран-при Формулы-1 Саккар Азербайджан и вручил Боттесу Кубок Гран-при. Баку уже в четвертый раз подтвердила статус одной из мировых столиц автогона. Гран-при был организован на высочайшем уровне, а весь мир мог наслаждаться не только захватывающей гонкой, но и красотами столицы Азербайджана. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова